Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Ирина Николаевна Козлова, директор Одинцовского центра эстетического воспитания. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте, Мария Юрьевна. С наступившими вас всеми праздниками и ваш замечательный коллектив. Спасибо огромное. Сегодня хотелось бы подвести итоги 2019 года. Он был для вас блистательным по многим показателям. Да, год был и хорошим, даже, я бы сказала, замечательным. Где-то было трудно, но тем долгожданнее и тем желаннее были победы, к которой мы пришли. Хотелось бы сегодня об этом поговорить, о достижениях, в первую очередь, конечно же, вашего педагогического коллектива, потому что у вас, ну, прям плеяда, звезд. Ну, что тут греха таить. Все жители стараются и стремятся своих детей отдать именно в ваш центр, потому что он действительно дает и качественное дополнительное образование, и все охватывает направление. В общем-то, у вас есть все, что только можно пожелать. Ну, тут небольшая... Практически. Вот, небольшая ремарка. Все-таки из-за того, что мы центр эстетического воспитания, технической направленности у нас нет. А так, да, детки занимаются и в художественной направленности, социально-педагогической, физкультурно-спортивной, естественно-научной, туристко-краеведческой. То есть мы охватываем весь спектр. И занимается у нас 1643 ребенка на бюджетной основе и свыше 500 на платных образовательных услугах. Коллектив, вы правильно сказали, замечательный, профессиональный. У нас работает 42 педагога, и все они профессионалы. Реализуется у нас в центре больше 70 программ. Хочу сказать, что наши педагоги работают с детьми самоотверженно, отдавая им каждому частичку своего сердца. Именно поэтому конкурс профессионального мастерства педагогов дополнительного образования называется «Сердце отдают детям». У нас в этом конкурсе уже стабильные результаты. В прошлом году Коваленкова Анастасия Николаевна заняла первое место в областном этапе. В этом году Сушкова Ирина Владимировна заняла в областном этапе третье место в научной направленности. И сейчас готовимся к России. Какие шансы, Ирина Николаевна? И кто будет представлять на России область? На России область будет представлять по научной направленности Сушкова Ирина Владимировна. Но хочу сказать, что мы всегда верим в лучшее. Иначе нельзя. А все-таки, на Ваш взгляд, что сегодня более востребовано именно на таких конкурсах? Ведь здесь нужно не только представить самого педагога, но в первую очередь это же должна быть уже научная практическая разработка. Вы знаете, я хочу сказать, что когда педагог начинает свою работу у нас в дополнительном образовании, начинается все с написания программы, а это практически и есть научная разработка. Потому что каждый педагог работает по своей практически авторской программе. У нас нет типовых программ, у нас нет в ГОСов. Поэтому каждый педагог каждый год обновляет свою программу, привнеся в нее каждый раз с учетом потребностей родителей, с учетом интересов детей, вносит каждый год что-то новое и интересное в свою программу. Это и есть научный труд. Опять же, нужно знать, чем живут современные дети. Нужно использовать и современные технологии. И в то же время не забывать те истоки и те корни, откуда мы все родом. Но все-таки именно Одинцовский центр эстетического воспитания, насколько он востребован в области? Насколько действительно он занимает лидирующие позиции? Приглашают ли вас для обмена опытом ваших педагогов? Наш центр достаточно востребован. Хочу сказать, что 6 декабря 2018 года мы стали апробационной академической площадкой Академии социального управления по работе с одаренными детьми. Что это такое? Что это за программа и как она работает? Мы на протяжении многих лет являемся обучающимися курсов повышения квалификации Академии социального управления. И когда наши педагоги приезжают туда на курсы, делают там зачетные работы, показывают работу именно нашего центра, они весь этот материал, естественно, собирали у себя, аккумулировали и пришли к выводу, что мы достаточно интересно, плодотворно и результативно работаем именно в художественной направленности с одаренными детками. Они предложили нам вот такого рода работу, чтобы мы могли саккумулировать весь свой опыт и транслировать его на области. И вот спустя год, в декабре уже 2019 года, на нашей базе прошел достаточно большой областной семинар по работе с одаренными детьми. Он так и назывался АЦФ «Территория успеха». Эта работа будет продолжена в новом году? Обязательно. И увеличится ли количество подобных семинаров, подобных проектов, когда со всей области специалисты в области дошкольного образования будут собираться, съезжаться и обмениваться опытом? Значит, смотрите. Учиться. Согласна с вами. Дело в том, что это не годовой проект, это долгосрочный проект, вы правильно сказали. И уже даже вот за один вот этот год мы сами выезжали на семинары в другие города, посмотрели, как там работают, да, показали своих педагогов, которые у нас сейчас в этой апробационной площадке участвуют не все педагоги. Несколько человек, которые вот именно уже имеют навык выявления одаренных детей, развития, поддержки и продвигания этого ребенка дальше. Ведь выявить одаренного ребенка тоже не так просто. Он кто-то может, ну что называется, выстрелить сразу, а кто-то сидит, присматривается, нарабатывает определенные навыки, и спустя несколько лет может только открыться талант. А если педагог где-то его и упустит, ну и, соответственно, ребенок не откроется. Поэтому здесь существует очень много нюансов. А те детки, которые открываются сразу, я, например, считаю, что они своеобразная группа риска. Смотрите, на такого ребенка возлагается сразу очень много надежд и ожиданий. Как со стороны педагога. Но это сложно именно с психологической точки зрения, именно для ребенка. Это достаточно опасно. Да, да, я поэтому говорю, что они попадают в определенную группу риска. На него и педагог возлагает определенные надежды. Родители начинают возлагать определенные надежды, да. И все что-то от него ждут. Да, да. Да, и вот этот вот, а если еще сам ребенок перфекционист, ну это вообще очень сложно. Поэтому мы к работе вот именно с такими детками мы пригласили в помощь психологов из нашего центра сопровождения для работы с педагогами. Чтобы педагогов научить, как работать с такими детками. Чтобы не подвергать их лишнему психологическому стрессу. Где-то в какие-то определенные моменты учить снимать эту психологическую нагрузку. Вот. И естественно, что мы планируем и дальше расширять, вовлекать в эту площадку и своих педагогов. И опять же привлекать тех педагогов, которые работают и реализуют программы дополнительного образования на базе школ. Насколько благодаря вот именно этой работе повысилась и выявляемость талантливых детей и, в общем-то, успешность, результативность такой работы? Ну, вы знаете, я хочу сказать, что если… По показателям же можно, наверное, да, это все увидеть, просчитать. Да, да. Показатели есть. Показатели, что называется, налицо. Если мы возьмем даже вот статистику 17-18 учебный год и 18-19 учебный год, да, то у нас количество детей, мотивированных на участие в конкурсах различного уровня, выросло в два раза. Но это участие. Что касается победителей и призеров, здесь у нас тоже пошли подвижки вверх, но не такой большой процент, всего на 5 процентов. Но, как бы, вроде цифра, ну что такое 5 процентов, но за этим стоит труд и самого ребенка, и педагога. Поэтому я считаю, что пусть это небольшой процент, но он достаточно высок. А мне бы хотелось еще отметить тот факт, что вот буквально в декабре 2019 года состоялось вручение стипендий, ежегодных стипендий губернатора и главы округа Андрея Робертовича Иванова. И мне хочется сказать, что ежегодно практически половина, ну примерно плюс-минус стипендиатов – это воспитанники Одинцовского центра эстетического воспитания. Это ваши дети абсолютно в разных направлениях – вокальных, хореографических. Это те ребята, которые в течение года показали наибольшую результативность и достигли высоких результатов. Да, вот, например, стипендия губернатора в этом году награждена Гордонова Таисия. Она у нас и поет, и танцует, и занимается в объединении юный пианист. И очень активная девочка выезжает на все возможные конкурсы, где вот только у нее позволяет время и школа. И когда она в очередной раз приходит с грамотой, приносит, у меня даже не была такая встреча, разговор. Я ей, значит, говорю, Таисия, скажи мне, пожалуйста, был вот в твоей жизни хоть один конкурс, где бы ты осталась без награды? Она так замолчала, пауза, видимо, прокрутила в голове. Просчитывала. Да, и говорит, вообще-то нет. И потом тут же, а зачем туда тогда ездить? Понимаете? И вот эти вот детки, которые вкладывают в свой труд и получают, вот именно достигают ситуацию успеха не просто вот на обум, а в результате своего каждодневного труда, вот они и становятся стипендиатами. Но опять же, они понимают, ради чего они трудятся. Это ведь вот сейчас, благодаря этой поддержке, да, они получают стипендии, кто-то награждается ежегодно путевками в Артек и так далее, так далее. Кто-то на рождественскую губернаторскую елку. То есть вот поощрение именно одаренных детей, оно, конечно, всестороннее, и это, опять же, как подспорье педагогу. Одно дело, педагог мотивирует, но когда он мотивирует еще и есть конечный результат, конечная цель, это, конечно же, уже дает двойную силу ребенку, он понимает, ради чего. Он это делает. Да. Вот у нас буквально в зимние каникулы наши самые маленькие детки объединения вокальной студии «Дети солнца» ездили в Европу на международные конкурсы. Людмила Георгиевна говорит, я очень за них переживала 5-6 лет. Первый раз. Они еще нигде не участвовали. Ну, думаю, пусть попробуют, пусть посмотрят. И когда она вернулась, и у них у всех призовые места, первые места, одна девочка гран-при получила, причем она говорит, что гран-при, вот в этом конкурсе в Праге, где они участвовали, его не давали вообще, его даже нет по положению этого конкурса. Но когда они услышали эту девочку, они вот, жюри посовещались и решили, что оставить этого ребенка без вот такой особо выделенной награды они не смогли. И итог. Не успели закончиться зимние каникулы, они бегом бегут к ней, а когда, а как мы, а какую мы новую песню будем учить, а как мы ее будем ставить, а куда мы в следующий раз поедем. Да, вы правильно говорите. Ребенок увидел результат, зафиксировал его у себя, и он хочет идти к новым вершинам. Коснулись вокальной студии «Дети солнца», в декабре они отпраздновали свое 15-летие, 15-й день рождения. Вот мне бы хотелось сказать, что у вас, в принципе, вот все объединения коллектива, они достаточно взрослые. И со своей историей, со своими традициями уже сложившиеся, проверенные временем. И которые, безусловно, пользуются огромным спросом со стороны родителей и детей, потому что туда уже ведут и уже целыми поколениями. Одни вырастают, приводят своих сестер, братьев, ну и так далее, это прям какой-то круг. Это семья, это уже семьи, причем дружат, очень приятно, что они этими семьями и дружат. И вот как раз-таки вот эти наши прославленные коллективы, они и стали во главе нашей апробационной площадки. Это «Дети солнца», это «Конфетти», это «Магнифика», это вот действительно прославленные коллективы. И причем очень приятно, когда наши детки выезжают за пределы области, где их, безусловно, знают. И когда они выезжают за пределы страны, оказывается, их там тоже уже знают. И Зенина Оксана Георгиевна тоже вот весной и летом вывозила детей в Италию, во Францию и смеется, когда, говорит, туда приезжаешь. Итак, «Конфетти» Одинцова, нам тут делать нечего. То есть это уже бренды, не только центра нашего, это бренды Одинцовского округа. Ну, то, что брендами, визитными карточками Одинцовского округа являются и центры эстетического воспитания, и все ваши прославленные коллективы, это, безусловно, так. На всех масштабных и крупных мероприятиях, будь то День города, 9 мая, День молодежи, День учителя и так далее, всегда в любом концерте присутствуют ваши воспитанники. Причем они не только выступают, они еще и активно помогают, в общем-то, участвуют и в волонтерской деятельности в том числе. То есть вы повсюду. Ну, практически. И палочка-выручалочка, правда. Я, правда, не представляю, откуда вы берете столько сил и энергии, потому что, конечно же, 46 педагогов, 2000 с лишним детей. Ну, это вот просто цифры, которые у меня, например, сложно бьются в голове. Но, тем не менее, вы блестяще справляетесь с этой всей нагрузкой и добиваетесь таких результатов. Вы знаете, когда... То есть не количество ради количества, а все-таки количество равно качеству в первую очередь. Вы знаете, я хочу сказать, что вот в дополнительном образовании работают люди, которые не считают это работой. Они служат детям. Им нравится то, что они делают. А давайте вспомним восточных мудрецов. Если ты не хочешь идти на работу, то сделай так, чтобы ты занимался тем делом, которое ты любишь. И тогда ты не будешь на ней работать. И, в общем-то, педагоги наши именно этим и занимаются. Когда я сама педагог, когда я вижу в глазах ребенка интерес, когда я вижу, что из его рук выходит вещь, которую он сделал сам, и он получает в процессе изготовления огромное удовольствие, а потом, когда еще эта вещь, его произведение занимает какое-то место на конкурсе, но это дорогого стоит. И ведь не зря от нас детки уходят, когда вырастают, ведь они уходят в профессию. Даже если они не идут по тем стопам и по тем навыкам, которые у нас получили, и тем не менее они не прерывают эту связь с искусством, с творчеством. Вот как у нас в этом году, в 19-м году был выпуск, и дети вокальной студии «Дети солнца» выпускались в очередной раз. И вот одна, значит, говорит, я, когда получу свою профессию, я буду медиком. Ну, поющим медиком. Это первое. Второе. Опять же, очень интересно. Вот поющий медик из «Детей солнца» Екатерина Гришина. Она занималась у Людмилы Георгиевны. Она закончила медицинскую академию. Но вот если она любит петь, она сейчас получает второе высшее образование. Она учится в Институте искусств. И она у нас работает педагогом по вокалу. То есть все равно мы деток выпустили, мы их назад и притягиваем. И когда вот эти вот наши птенцы возвращаются и хотят свой опыт, уже накопленный, свои знания передавать дальше, это дорогого стоит. Ирина Николаевна, на дворе 2020 год. Какие планы у вас на этот год? Что хочется завоевать? К чему прийти? С какими результатами? Да, 2020 год. Планов очень много. На нас сейчас будет лежать еще и достаточно большая ответственность в плане того, что на нашей базе открыт муниципальный опорный центр дополнительного образования. То есть мы должны будем аккумулировать, помогать реализовывать, распространять дополнительное образование не только в четырех центрах, которые функционируют на базе Одинцовского округа, но и во всех общеобразовательных школах. Уверена, что с 2021 года к этому и подтянутся еще и наши детские сады. А так как образовательная система в округе достаточно большая, то работы будет очень много. Это обучение, в первую очередь, педагогов? Это обучение педагогов, это написание программ, это расширение сети разнообразия этих программ, вовлечение детей в дополнительное образование все больше и больше. Чтобы они знали, что дополнительное образование – это не просто что-то такое непонятное, а это то, что может в будущем дать им профессию в руки. Да, это первое. Второе. Мы конкретно на базе своего центра хотим открыть новый проект. Он будет называться «Дорога в профессию». Это будет цикл встреч с достаточно известными и интересными людьми. По секрету хочу сказать, что первый гость, которого мы хотим пригласить, это февраль-март, это будете вы, Мария Юрьевна? Спасибо, Ирина Николаевна, за приглашение. Обязательно его приму. Я на это очень рассчитываю. Плюс еще ко всему, что мы, пометуя наши с вами прежние встречи, очень хотим, и я надеюсь, что у нас в этом году это все случится, и мы закупим соответствующее оборудование, мы хотим у себя в центре открыть пресс-центр. И надеюсь, что вы и ваша команда будете нам оказывать как мастер-классы помощь в данной ситуации. А победы и награды, которые мы, конечно же, будем добиваться и достигать, это все уже в плане работы. Все, пока не буду об этом. Пускай это будет сюрпризом, пускай это будет интригой, но я уверена, что вы и все мы будем приятно удивлены результатами, конечно же, теми новыми направлениями, которые появятся в Одинцовском центре эстетического воспитания. Ирина Николаевна, спасибо за беседу, спасибо, что нашли в вашем плотном графике время и пришли в нашу студию, я была очень рада с вами встретиться. Спасибо вам огромное и до новых встреч. До новых встреч, вы смотрели специальное интервью, оставайтесь на нашем канале, до свидания.